Моё окно возможностей вот-вот захлопнется совсем. Это мой последний шанс поймать рыбу-волка. Стой, стой! Опять сорвалась. Но, думаю, это всё же была пиранья, забредшая суда. Пора считать, что наступила ночь. Эти твари слишком активны. Гроза вот-вот начнётся, а голодные пираньи оставляют рыбу-волка без моей наживки, так что можно отрубить отбой. Но вдруг я делаю открытие. Минуту, я обнаружил чешуё. Здесь чешуя. Это была малышка-рыба-волк. Гроза приближается, а рыба-волк тоже. И я продолжаю ловлю. Вот так. Наконец, она клюёт. Это рыба-волк, монстр, которого я никак не мог поймать последние три недели. И при том, такая большая. Это фантастика. Вот оно, вот результат. Да-да, чудесно. Это рыба-волк. Сколько историй я слышал про её бесстрашие. Всё, что к ней приближается, собаки, люди, она атакует. Кажется, у неё довольно редкие зубы. Но оттяните её губу, и под ними покажутся острые клыки. Как оказалось, ловить её приходится совсем не так, как я это делал. Нужно вести настоящую партизанскую войну. С глазу на глаз. Один на один. Эта погоня за рыбой-волком измотала меня до крайности. Чёрт! Оказалось вполне разумным решением углубиться в величайший в мире дождевой лес, чтобы найти самого свирепого и пока не покорённого речного монстра.